Приветствую всех заглянувших! В этом видео мне хотелось бы поделиться своими книжными покупками, которые были совершены мной в январе месяце. Всего у меня получилось 36 взрослых книг, если можно так выразиться. И это довольно мало. Я сама даже не ожидала, что получится такое довольно-таки небольшое количество. Но это, с другой стороны, это говорит о том, что у меня уже много чего есть, и что вот так вот их вроде бы немного получается. Это хороший знак. Так, сейчас я быстро покажу и расскажу про каждую. И, наверное, это видео будет не слишком длинным. Вот у меня уже лежит одна книга. Я хочу ей похвастаться, хотя она вроде такая нечитабельная. Дело в том, что одним из моих хобби является вышивание крестиком, в прямом смысле этого слова. Но, в принципе, не только крестиком, а гладью. В общем, вышивание, рукоделие. И я приобрела книгу Надежды Казариной. Это один из моих любимых дизайнеров. Я к ней обращалась за разработкой схем по индивидуальному заказу. То есть, это означает, что эти схемы вышиваются только мной, и больше их дизайнер никому не продает. Ну и, как говорится, созданное творение только у меня в эксклюзиве. Ну и, собственно, это к чему я? Что как только я увидела в ее группе, что она выпустила, издала свою книгу «Вышиваем синих котов» по рисункам Рины Зинюк. Вот, кстати, к этим рисункам я абсолютно равнодушна, к котам я тоже равнодушна. Я приобрела книгу и попросила, чтобы человек мне подписал ее. Я люблю книги, которые подписаны мне от авторов, иллюстраторов, переводчиков. У меня есть определенная подборка таких книг. И вот теперь в мою коллекцию добавилась еще вот такая вот красивая книжка. Закрыла я открыткой мои данные. Там написана фамилия, ну и имя, собственно. Ну и могу вот пролистать книгу. Это просто схемы с рекомендациями, да, что получится. Ну, для меня эта книга будет иметь в первую очередь ценность в том, что она подписана мне, имеет дарственную надпись от автора, которая, да, адресована мне. Вот, поэтому я очень довольна этим приобретением, как никогда. Так, ну, поехали. Три книги. Первая книга – это книга Ивленово «Сенсация». Потом книга Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» в ЖЖ. Я подписана на блогершу, блогерку, которая, интересно, пишет вообще о жизни. Она сама русская, но эмигрировала в свое время в США, ну и тоже очень любит читать. И у нее наши вкусы совпадают. И, в общем, она читала эту книгу. Эта книга о узниках Соловецких островов. Она опубликовала, очень интересно описывала процесс чтения, опубликовала отрывки и действительно зачитываешься. Сильная книга, поэтому я прям быстренько ее себе приобрела. Кстати, такой тоже классный переплет. И весьма недорого. 2003 года. Вот. Еще эта книга Эмилио Джентилья «Политические религии между демократией и тоталитаризмом». Это книга издательства Владимир Даль из серии «Политическая теология». Я видела, что в этой серии вышли еще несколько книг. Их мне тоже надо будет приобрести. Про Эмилио Джентилья я узнала от Умберто Эка, прочитав его книгу «Пять сцены на тему этики». И, естественно, поняла, меня заинтересовал он. Я поискала, есть ли что-то в переводе на русский язык. В переводе на русский язык имеются две его книги. Они у меня уже есть. Первая про фашизм. Ее я купила ранее, но почему-то как-то вот так не стала прям сразу читать. А вот «Политические религии» меня прям очень привлекла. И так привлекла, что я ее добавила в список чтения на февраль месяц. И сразу же практически начала читать. Еще три книги. Одна книга – это «Зеркало совершенства. Истории странствующих суфиев». Ну, здесь название говорит само за себя. И вообще из такой серии у меня есть несколько книг. Это издательство «Эксмо». Дальше две книги из серии «Двадцатый век». Да, Джордж Оруэлл, «1984, скотный двор». Если честно, у меня есть издание от издательства, питерского издательства «Секзео». Я теперь думаю, оставить ли в таком маленьком, обычном формате. Либо там такое у меня толмудище, но там с иллюстрациями. В общем, надо думать. Но схватило, потому что уж больно недорого стоило. И книга «Соло Бэллоу» «Хендерсон. Король дождя». Ее вот я заказывала через интернет. Тоже меня вдохновила одна блогерка на прочтение данной книги. И, я так поняла, из аннотации, она будет чем-то напоминать книгу Курта Вонегута «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуоттер». Еще три книги. Первая – это книга из серии «Интеллектуальный бестселлер». Книга Иэна Бэнкса «Воронья дорога». Мне понравилась аннотация. Ну и вообще здесь такое, да, оформление. Тоже интересная книга. В общем, когда-нибудь доберусь до нее и уверена, что буду наслаждаться. Книга Фредерика Бигбедера. Лучшие книги 20 века. Последняя опись перед распродажей. Тоже я где-то видела, мелькал отзыв, который меня заинтересовал. Я ее хотела приобрести на Озоне. И что-то я так, по-моему, благополучно и забыла про нее. А тут она мелькнула. В одном в кинетическом магазине мы пошли, да. Я ее увидела и сразу взяла. И книга Хуана Рамона Хименеса. Здесь меня привлекло то, что здесь на испанском и на русском языке. Я люблю такие книги двуязычные. Ну и можно, как уже можно понять, я уже не первый раз показываю книги на испанском языке, да. В своих покупках я очень люблю Латинскую Америку и просто обожаю испанский язык. Очень люблю этот язык. Так, книга Ивлина Во, «Когда шагалась нам легко жизнь в пяти путешествиях». Здесь он описывает свои путешествия, допустим, в ту же Бразилию. То есть, думаю, очень интересная книга. Дальше книга Чарльза Чейпела, «Огнестрельное оружие Дикого Запада». Здесь у меня тоже есть свой интерес. Прямо так подробно рассказывать не буду. Но она нужна, потому что здесь вот именно все вот такой каталог, можно сказать, да. Вот, и еще книга Дуны Лу, «Окно». Судя по аннотации, как я поняла, она чем-то может напоминать Дэвида Тора, Олден или «Жизнь в лесу». Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Такая тоненькая, маленькая. Ну, вот аннотация прям привлекла. Так, дальше у нас Мишель Турнье, «Лесной царь». Здесь такая аннотация «Фиг поймешь, какая» называется, да, сленгом выражаясь. Очаровывает и не поймешь вообще о чем. Но вот я потом почитала про нее отзывы. И отзывы намного интереснее, чем сама аннотация. Поэтому я решила взять. Плюс эта книга получила, что она получила? Ганкуровскую премию, вот. Ганкуровской премии я очень доверяю, как и Нобелевской, поэтому, ну, взяла. Книга «Анаис Нин. Дельта Венеры». Эротическая проза. Надо почитать, потому что Генри Миллера-то я люблю. А «Анаис Нин», она была связана с ним, как никто другой. Плюс вот вспомнила, надо мне заказать ее дневник. И Паскалькин Ярсах, «Секс и страх» это мне тоже всучили. Приятельница прибежала с другого конца магазина. А ты вот это читала? Я говорю, да нет, я у него вообще только читала «Капус» или «Тот, кто дорог своим друзьям». Да, вот, весной 2022-го. Она говорит, вот это надо брать. Это одно из ключевых его произведений. И еще она мне постоянно напоминает про лазью Харона, но как-то лазья Харона мне еще не попадалась. Вот. А так у меня «Паскаля Киньяра» еще есть парочка книг. А может и троечка книг. Так, еще три книги. Так, ну, историческая тематика книга Хоффмана Никерсона. «Войны в эпоху Римской империи. Средние века. Хроники военных сражений», думаю. Здесь название говорит само за себя. О чем пойдет, да? Речь в этой книге дальше. «Воспоминания Маршака. В начале жизни». Такая вот интересная небольшая книжица. Очень, думаю, будет занимательное чтение. И книга Ричарда Олдингтона «Единственная любовь Казановы». И, кстати, вот в этой книге, тоже купила в букмагазине, лежала вот такая вот книжка. Наверное, она когда-то была... Бывший владелец был из Петербурга. Или, может, ездил в Петербурге, читал. Нашла я ее внутри. Ну, вот, положила уже вот сюда вот. Пусть будет. Оставили. Приняли и не увидели, что она была там. Так. Приближаемся к одной из самых долгожданных покупок месяца января. И самых интересных покупок. Потому что данная книжка, она была приобретена не в России, а вообще черти где. И, видите, такое... Она такая побитая жизнью. Ее, наверное, читали очень много. Но когда я увидела ее... Вообще, я ее увидела в одном магазинчике Антепа. И стоила она 100 лир. Я прям схватила и больше ее не отпускала. То есть, за многие тысячи километров я увидела книгу, которую я давно хотела приобрести. Но не готова была отдавать у нее бешеные тысячи. А вот ни корпус, ни... Кто тут? Лимбокспресс. Никто не хочет переиздавать. Чтобы она стоила по вменяемой цене. Так. Ну, это вот... Да. Это я рассказывала про Салмана Ружди. Дети полуночи. Очень, очень я хотела эту книгу. И мечты сбываются. Да еще и где она была приобретена. Это просто, конечно, потрясающе до сих пор. Как вспоминаю, поражаюсь. Далее у нас идет книга Джона Фауза. Аристос. Аристос. Не знаю, как правильное ударение. Извините. Из серии книга «На все времена». И я поменяла свой экземпляр. Дени Дидро «Монахиня» из серии «Зарубежная литература». У меня был такой странненький, страшный экземпляр «Монахини». А здесь не только «Монахиня», а здесь еще и «Племянник Рамо», «Жак Фаталист» и его «Хозяин». То есть, вообще, отлично, как говорится. Так. Идем дальше. Две книги пополнила свою серию «Жизни замечательных людей» Жизел. Это я взяла книгу Андрея Красоглазова «Сервантес» и книгу Натальи Вулих «Овидий». Про «Овидий» я уже читала у Бондаренко. И там он очень много рассказывал про Древний Рим, его устройства и т.д. и т.п. Вот. Я еще помню, перед чтением удивлялась, что же там можно было такое почти на 4 страниц написать. Потому что о биографии «Овидия» известно довольно мало. А там прям такая полноценная книжка. У Натальи Вулих здесь и Пушкин есть, и Овидий, наверное, влияние Овидия на Пушкина. Ну, я содержание смотрела. В общем, заинтересовала, решила приобрести и у нее тоже когда-нибудь прочитать Овидия. Тоже составить свое мнение, какими глазами она видит, да, Овидий, его жизнь. Вот. И поменяла «Тропик Козерога». У меня был в таком мягеньком издании. От азбуки я узнала, что в серии «Книга на все времена» тоже Генри Миллер издавался. И решила приобрести в твердом переплете. Потому что в мягком я книжки не люблю. Тоже из серии «Книга на все времена». Вот теперь она у меня. Так. Дальше. Еще три книги. Книга Джеймса Олдриджа «Морской орел». Здесь Альфред Перле. Мой друг Генри Миллер. По названию все понятно. Альфред Перле, я не помню, то ли французский, то ли испанский писатель. Но больше всего вот он прославился дружбой с Генри Миллером и еще с несколькими писателями. Ну и, собственно, тем, что потом в итоге написал о них свои воспоминания. О том, как он с ними дружил, как он с ними общался. Вот. И купила из трилогии недостающую часть. Генри Миллер «Нексус». «Клексус сексус» у меня был. Теперь у меня все три части. И этому я несказанно рада. Также эта серия тоже из книги «На все времена». Дальше у нас еще три книги. Книга из Мишеля Пастуру. Из книги «Повседневная жизнь». Книги, извините, я уже заговариваюсь. Из серии «Повседневная жизнь». Называется «Повседневная жизнь Франции и Англии. Во времена рыцарей круглого стола». У Мишеля Пастура я читала. Он тоже такой известный историк-медиевист. Я у него читала о влиянии разных цветов. Да, там, допустим, синий цвет у него прям есть по цветам книги. И у меня они, в принципе, есть. Черный цвет. И он очень интересно пишет, очень легко. Ну, наверное, нужно еще сказать большое спасибо переводчику. Да, но вот его книги, они прям познавательные, легко читаются, запоминаются очень быстро. И такое впечатление, что он не просто историк, да, а еще и писатель, да, который пишет художественную литературу. Я такое в людях, которые не журналисты, не обычные писатели, а вот там какие-то историки, ученые. Я такое люблю, что они вот умеют вот это сочетать, да, такое писательское вроде бы призвание и историческое. Ну, либо ту тематику, по которой они пишут. Дальше у нас идет роман Джей Парини «Путь Беннимина». Это книга о Беннимине Франк... Вальтере Беннимини, извините, я уже Бенджамина Франклина хотела вспомнить. О Вальтере Беннимини, о его жизни. И очень много положительных отзывов я встречала на эту книгу. Плюс она стоила вообще какие-то копейки на Вайлдберезе, поэтому я ее быстренько схватила. И книга Томаса... Старший трубач полка. Как я уже говорила, я приобретаю книжки, которые выходят у Гарди или Харди. Потому что в свое время я не захотела приобретать 8 томов за 5000 рублей плюс пересылка. Меня задушила жаба. Хотя на книжке меня жаба редко душит, но здесь было какое-то исключение. Еще две книги. Это книга Жанна Поля Сартра. Это штата Стена, слова, ставок больше нет. У меня было такое тоже страшненькое издание. А тут вот переиздали вот в этой серии. Забыла, как она называется. Библиотека классики. Вот. И еще одна есть из этой серии. Было переиздано тоже его авторством. Тоже я, наверное, куплю. Но уже это будет в феврале. И книга Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Тоже у меня было такое неказистое издание. А тут от азбуки такое красивое. Вот. И, собственно, теперь оно мое. Оно у меня. Так. И осталось последние три книжки. Это Обручев. Обручев известен тем, что его переиздавали в его землю Санникова и Плутонию. У меня и то, и то есть из серии «Малая классика речи». И то, и то я читала. Очень мне понравился он как автор. Поэтому, когда я увидела в одном из букинистических магазинов трехтомник, я сразу же его купила. Это трехтомник из серии издательства «Терра» 90-х годов. Как вы видите, здесь выцвел корешок, выцвели корешки. Вот. И это 95-го года книги. Из серии «Большая библиотека приключений и научной фантастики». Вот. То есть, когда-нибудь захочу познакомиться с Обручевым еще ближе, чем просто прочитав его «Плутонию и землю Санникова». Вот. Собственно, вот таким вот был мой месяц, январь. Извините. Таким был мой месяц, январь. И таким я его запомню, особенно приобретением вот этой книжки. Да тут все книги интересные, все такие запоминающиеся. Вот. И это все, что я хотела поведать в формате этого видео. Желаю всем всего хорошего, прекрасных книг, мирного неба над головой. А еще, знаете, здоровья. Это самое главное. Это все. Всем всего хорошего. До новых встреч.